алло слушаю здрасте здравствуйте компания money man меня зовут соломина светлана валерьевна олеся сергеевна лесу сейчас секундочку минутку олеся просыпайся на трубочку зовут алло здравствуйте компания money man меня зовут соломина светлана валерьевна олеся сергеевна это вы слушаю вас это я я вас не слышу алло как-то меня не слышит вас не слышно срочно перезвоните в компанию money man по телефону алло аллеся сергеевна не слышите да слышу я вас почему вы меня не слышите это вы для идентификации вашей личности назовите полностью вашу дату рождения чё это ради зачем это мне делать вам необходимо самостоятельно связаться с компанией money man по номеру телефона 8 800 610 18 все идите меня курите со своими идеями отвали со своим этим самым давай мальчик алло алло здравствуйте да здрасте здрасте компания о и мфк цвп в его деньги лентка оксана анатольевна запись диалога ведется лёша щас крикнул лёша иди кто-то звонит тебе да да здрасте а я слышал у меня через алису все у меня на всю квартиру слышно было да а по поводу вашего звонок поступать 17 506 рублей на сегодняшний день компания требует долг вернуть сегодня 9 декабря поступает у вас у вас а у меня она откуда поступит у вас наверно не у нас от вас у вас нет 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 почему что случилось у вас ничего ровным счетом не случилось просто без причины не поступит потому что никто не внесет следственно как это называется то причина следственная связь то есть вы отказываетесь от оплаты ну это в дополнение можете да себе уже в комментарии нет ну вы вы скажите под запись диалога отказываетесь от оплаты да пожалуйста вот вам под запись вашего диалога я отказываюсь от оплаты что тут такого-то отказываетесь а почему что случилось а это не имеет значения что ничего не случилось то есть не хотите то есть прямой отказ о правильно правильно прямой кривой горбатый изогнутый выпрямлены какие эпитеты вы тут применяете меньше меньше всего меня интересует я вас услышала вам зачем информация такого свойства а это вообще чуть за любопытство нездоровая у вас вы проявляете такое нормально и вполне логично я не пойму зачем это вам знать с кем это согласно третьему федеральному закону наша компания сейчас правит переуступку прав требований совершить по вашему делайте ради бога причем здесь моя персональная информация что вы тут пытаетесь объяснять дополнительно большой молодец я все это понял и без всяких пояснений как их корежат когда-нибудь под запись разговора человек ну пожалуйста под запись так по запись на чего вы с этим делать будете под эту запись бесполезную вашем случае другое дело если вы под собственную запись разговора натрепите всякой чепухи то человек может воспользоваться этим самым моментом что запись вами же ведется и вы обязаны и хранить три года вот как раз таки на тот случай чтобы при необходимости вас можно было привлечь к ответственности затребовав вас эту запись и вы естественно обязаны быть и предоставить да здрасте это я дмитрий сергеевич причина чего что я дмитрий сергеевич или что 50 дней поступает платеж да я не задумывался сами придумайте причину мне платить же правильно я не плачу да я я не плачу у меня без причины это делаю просто потому что я даже не задумывался а вам я доверяю в этом креативные все ребята постоянно что-то выдумываете придумайте по какой причине я не оплачиваю ну к сожалению вы заблуждаетесь мы так не можем поступить не можете ну а я не хочу этого делать вы он насколько умнее меня грамотнее сильнее подкование образование и вы не можете а я тут куда мне со своими-то скромными познаниями но это факт мы это не обсуждаем факт что что умнее грамотнее подкование и образование да и так соответственно причина для неоплаты нет правильно и среди вот этих грамотных образованных подкованных в том числе операторы вот эти вот которых вы представляете да вы одна из самых подкованных образованных образование какое у вас кстати стесняюсь спросить ну значит стесняйтесь дальше чего делать стесняться дальше а мне-то чё стесняться нет все нормально с образованием алло здравствуйте здрасте алло алло это компания майнмэн меня зовут Штина Марина Андреевна по работе просроченной задолженности я могу услышать по данному номеру телефона Иван Астасию Сергеевну Настьку что ли минуту ждать Настька вставай хорэд рыхнуть алло 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 кто это алло алло здравствуйте здрасте алло вы меня слышите? слышу вас беспокоит компания майнмэн меня зовут Штина Марина Андреевна отдел по работе с просроченной задолженностью Настасия Сергеевна да зачем разбудили? алло 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 не ясно выразилась сразу я не расслышала что ты не расслышала? это вы или не вы? господи я это я что такое с вами происходит? в таком случае хотелось бы ввести вас в курс дела давайте пройдем необходимую проверку унификации вещественной назовите пожалуйста свою дату рождения так как дозвонились на ваш мобиль номер телефона но изначально трубку брали не вы брат мой брал трубку мне передал мне ее я спала хорошо Анастасия Сергеевна тогда веду вас на сегодня в курс дела находитесь на просроченной задолженности в нашей компании находитесь на ней уже 28 дней на чем нахожусь? на чем нахожусь? на чем нахожусь? на сегодня она готова вам предоставить реструктуризацию что такое реструктуризация долга? то есть на сегодня подожди 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 тормози тормози ты че куда тебя понесло? полохольная успокойся ты че я че сказала что мне все это хочется слушать так че тебя несет я не пойму я че сказала рассказываешь что ли? Анастасия Сергеевна мне необходимо до вас донести требования компании вы понимаете какие серьезные обороты может произвести ваш договор на сегодняшний день? щас че сказала еще раз продиктуй фига ты выдала а какие обороты он может произвести? Анастасия Сергеевна необходимо донести до вас требования компании а че там мой договор какие обороты должен произвести? вы понимаете что у вас договор несет юридическую силу сегодня вы находитесь просроченную задолженность слушай я понимаю что у тебя в голове вообще происходит какой-то пиздоворот в полном смысле этого слова ты че сейчас смелишь Анастасия Сергеевна на сегодня требования компании займоплатить все вот этого достаточно это вот максимум максимум не надо развивать ты щас запутаешься ты несешь такую хинею пока читаешь вроде на че то похоже как только начинаешь выражаться как говорится собственными словами у тебя блять какие-то обороты перевороты анастасия Сергеевна в реструктуризации хотите предложение услышать от компании? на хрена оно мне нужно? или мы от вас фиксируем просто отказ от оплаты? вот делай все по максимуму просто фиксируем отказ от оплаты в таком случае максимально упрощай все в своей жизни вот максимально я бы на твоем месте даже когда ты на горшок ходишь штаны не снимала отказ от оплаты фиксируем с вами тогда все да все расслабься расслабься и не пытайся умычать в таком случае проговорите фамилию мячества и отказ от оплаты передадим договор руководству в таком случае что твою фамилию проговорить? или свою? анастасия Сергеевна что? в таком случае хотелось бы вам напомнить в каком случае о чем ты вообще пытаешься говорить? про какие случаи ты пытаешься говорить? а? судебный приказ я отменю за 5 минут за 5 минут судебный приказ отменяется ты что по себе то судишь? что ты думаешь все тупые такие как ты? в течении 5-ти рабочих дней судья выносит приговор ну какой еще хахаха ой ты конченная вообще ты придурковатая скажи просто честно и все признайся какой еще приговор блять ты хрэ это самое своим пластилином шевелить вот это вот ты думаешь что у тебя там мозги не средства компании. Вам необходимо их вернуть. Иначе компания вправе обратиться. Да, и будет приговор, да? Ёб, вашу мать, откуда вас берут таких? Да, блядь, еще и глухая. Откуда вас берут такие? Какой приговор? Какой приговор такой, блядь? А? Ты чего? Это называется определение. Поправьте телефон, вас очень плохо слышно. В гражданско-правовых взаимоотношениях это называется определение. Решение суда. А? Приговор, блядь, электрический стол типа или что, блядь? Здравствуйте. Да, здрасте. Сергей Займов, Е. Капуста, МККР в центре финанс, манеджер по работе с клиентами Владислав Алексеевич, Убилев, разговор в записи. Светлана Сергеевна, приглашите, пожалуйста, в телефон. Вы точно так же умирать будете? Вот как сейчас умираете или будете порезвее говорить? А вы целесообразно беседу в состоянии? Целесообразно. Так надо понять, что за цель-то. Всего хорошего. Давай я позову ее, расслабься, ты что-то умрешь, судя по голосу. Слово. Новое слово у них. Целесообразную беседу. Не конструктивный диалог. Целесообразную беседу. Сразу, сразу все заднюю включайте. Целесообразность в первую очередь подразумевает формирование цели. Окей? Окей. Мы просто играем в жизнь. Если не понимаете, то сам термин целесообразность в общем-то даже тут слышится нахождение вокруг какой-то цели. То есть обсуждение четкой конкретной цели. Совсем по-детски для вас. Добрый день. Да, здрасте. Дмитрий Александрович? Да. Здрасте, душа моя. Вы кто? Меня зовут... Дмитрий Александрович, меня зовут Екатерина. Вы подавали заявку на получение кредита. В заявке указана сумма у вас ровно 30 тысяч рублей. Сумма верно указана или... А вы с какой конторы? Вашу заявку пересмотрели предварительное одобрение Тинькофф и Ростингхоз. Поэтому уточняем актуальность и указанную верную сумму. Так вы с Тинькофф или с Ростингхоз? Вашу заявку пересмотрели. Банк партнера Тинькофф и Ростингхоз банк. А вы с какого банка? Как оператор, уточняю информацию. Вы с какого банка? Компания Кредит Плюс. И что? Актуальное получение кредита. А с вами что мне это обсуждать? Ничего себе. Вы откуда взялись? Вы подавали ранее заявку на получение кредита. Вашу заявку... В компанию Кредит Плюс я подавал заявку или что? На одобрение банк партнеров в Тинькофф и Ростингхоз. Я куда подавал? На каком ресурсе я подавал заявку? У нас много партнеров. У нас много партнеров. Точно сказать не могу. Я говорю, вы откуда взяли мою информацию? Вы кто такие? Откуда вы взяли эту информацию? Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Анапызо судебного отдела компании Эди Коллект. Меня зовут Егорова. Надежда Ивановна ведет создатель телефона в разговор. Юрий Викторович, это вы правильно? Да, интересуетесь, почему? Это вы? Это я. Я не понял, откуда вы? Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Я не допонял, откуда вы? С какого-то судебного, досудебного, что это вы? Кто вы? Я же представила в начале нашего разговора. Давайте еще раз. Слышно вас не очень хорошо. А я говорю, судебного компании Эди Коллект. Меня зовут Егорова. Надежда Ивановна. До судебного какого-то... Айди Коллект. Мы что, с вами где-то пересекались, что ли? Юрий Викторович. Да. Айди Коллект. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Какую еще идентификацию? Я с вами знаком, мы с вами какие-то отношения фиксировали когда-то? В каком случае настраивайте. В каком случае? Давайте разберитесь, что вы вообще хотите от этой жизни. Добрый день. Добрый. И вам добрый день. Здравствуйте. Звонок поступил из компании Эди Коллект. Дело в судебном взыскании. Меня зовут Юрий Квадратикович. Вдется запись разговора. Максим Викторович, что вы? Это я, но вы, если честно, так смешно сказали своими. Я услышал, что не фамилию, а услышал Квадратиков. Это что было? Адель Радикович меня зовут. Адель Радикович. Вот оно что. Красивое имя. Только какое-то оно не очень пацанское. Кто вы? С какой компании? Айди Коллект. Что за компания? Первое слышу. Максим Викторович, это вы? Да я, конечно. Дату вашего рождения назовите или подтвердение вашей личности? Необходим с вами вопрос в связи конфиденциальной финансового характера. Не допонял Адик Радикович. А я что, у вас какую-то информацию запрашивал? Когда? Напомните. Что? Я вас что, какую-то информацию запрашивал? Что-то не припоминаю вообще. А вы меня сейчас точно в заблуждение вводите? Да мне вообще все равно, что вы думаете, не я же вам позвонил и что-то с вас спрашиваю. Я спросил, являетесь ли вы Максимом Викторовичем? Соответственно, на данный момент у меня возникают сомнения, потому что вы на данный момент по голосу очень сильно похожи на господина Кузнецова с компанией Алия, как минимум. Кто это такой? Дату вашего рождения назовите или подтверждение вашего рождения? Я не могу понять. Вы делаете, что хотите. Можете сомневаться, а можете не сомневаться. Мне-то от вас ничего не нужно. Ожидайте повторно. Адриль Радикович, а кто такой Кузнецов? Да, я вас слушаю. А кто такой Кузнецов, как вы сказали там? Ну, если вы не знаете, то, соответственно, я вас... А как он может наказаться на моем номере? А как он может наказаться тут? Как он может взять мой номер, мою трубку? Ну, это возможно такое. Адриль, вы чего? Извините, можно поинтересоваться у вас... Вы в своем уме? Мне кажется, вы какую-то вообще дичь дикую какую-то предположили. Мне аж любопытно. Ха-ха, вот она слава. Да этот Адель мне уже сколько раз огребался от господина Кузнецова. Много раз. В том числе и обсуждали его имя девчачья. И много чего, что он в этой жизни натворил. Не знают ли об этом его родители. Адриль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!